Спросите имам Бухари и Муслим, а также приводятся сборники имама Есть хадис, который передается от Муаза ибн Джабеля Так вот в этом хадисе пророк сказал Муазу Не указать ли тебе на столб Ислама На что он сказал, да, посланник Аллаха, непременно скажи мне об этом И он упомянул, что столбом религии, столбом Ислама является молитва То есть она является первостепенной Также есть другие хадисы, которые свидетельствуют об этом Например, хадис, где пророк говорит, что первое, что спросят у человека в судный день Это молился ли он Поэтому, согласно этим хадисам, молитва является первостепенным И молитва из этих пяти столбов Ислама, она выполняется ежедневно Каждый мусульманин должен выполнять их каждый день А хадис совершается раз в год, как известно из других хадисов и аятов и священного Корана Поэтому одно из мнений или одним из мнений является то, что человеку пока не научится молиться Или человек, который, ну, зная, что молитва обязательно, но оставляет молитву, ленится Когда, как бы, относится к ней как-то вот так, с каким-то, ну, неважно То этому человеку совершить хадж не то, что нельзя Но, как бы, его хадж будет таким, как бы, бесполезным Пока он не научится молиться Другое мнение говорит о том, что ему можно совершить паломничество И даже, наверное, нужно для того, чтобы он, совершив паломничество Окунувшись вот в мир Ислама, увидев своими глазами, как люди молятся Как люди постятся, как ходят в мечеть Возможно, это повлияет на него, изменит его внутренне И, вернувшись из хаджа, он будет молиться уже ежедневно Третье мнение считается, что если человек, например, не молится Потому, что он, ну, скажем так, этнический мусульманин, как принято говорить То есть себя считают там татарином, чеченцем, дагестанцем, таджиком, узбеком Нацией, которая исторически сложилась то, что они там мусульмане Но он не молится, не постится И вот ему обязательно совершить паломничество или нет Или человек, например, вообще не был мусульманином Он принял Ислам Там в сорокалетнем возрасте или раньше, или позже, например Человек, например, был католиком, протестантом, иудеем И вдруг вот он принял Ислам И вот для этого человека с момента принятия Ислама он становится мукеллеф Мукеллеф означает человек, который несет перед Аллахом ответственность за свои поступки И он обязан исполнять те приказы, которые Аллах приказал Это молиться, поститься, то есть те пять столбов Ислама Вот этому человеку с момента принятия Ислама Обязательно совершить паломничество или нет? Ведь он еще не знает молитву Многие ученые считают, что обязательно Потому что он, возможно, второго шанса у него не будет Пока у него есть шанс, например, есть богатство, есть там здоровье Он обязан, и потом уже он научится, иншаллах, молиться В этом случае вот такие мнения относительно этого вопроса То есть такие ответы относительно вот этому вопросу существуют Существуют